Приветствую всех! Присоединяйтесь! Я Мария Стапенко, художник. Уже более трех лет, каждое утро, по будням, я выхожу в эфир и делаю акварельную зарисовку. Сегодня просто с вами пообщаемся, поболтаем, рисовать не будем. Ну, давайте, вот, для тех, кто будет смотреть в записи, скажу, что у меня в семье трое мужчин, поэтому вот в эти дни рисование и вот такое общение спасает и отвлекает гораздо лучше, чем что-либо другое. Поэтому я решила выйти в эфир, поболтать. И у меня есть соображение такое. В пятницу, 30 сентября, стартует новый поток моего курса «Основа акварели». И я подумала, что вот я кое-какие изменения внесу. Это уже будет восьмой поток. Как бы процесс, курс, методология, всё проверено. Проверено и продумано. Но вот я думаю, что в этот раз можно добавить туда больше живого общения. Ну, вот, потому что оно сейчас нужно, да. Вот. Этот курс для тех, кто только начинает вообще, может быть, рисовать в принципе. Он подходит, вот, совсем для начинающих. И подойдёт для тех, кто, допустим, вот, как сейчас был комментарий, да, рисует, допустим, рисует маслом, акрилом. Ну, маслом пишут, да. Пишут маслом, акрилом. В каких-то графических техниках очень хорошо себя чувствует. Ну, вот, кому именно нужно освоиться в акварели по-мокрому, на хлопке, вот всех тех я приглашаю. То есть и тех, у кого есть какие-то навыки рисовальные, но не в акварели, и тех, у кого, вот, начинаем, начинаем с нуля. Подойдёт и тем, и другим. Потому что на курсе, очень много, в курсе, очень много теории, такой общерисовальной, да, вот вы получите всю необходимую базу там, вот если вы только начинаете рисовать, вот всю необходимую базу вы получите, и вы уже после этого курса, вы будете чувствовать себя уверенно, что вот основные какие-то моменты вы точно знаете. Вот уже интуитивное рисование, отложите куда подальше, уже будете рисовать осознанно с пониманием того, что вам делать, и как вам это надо сделать. Курс пейзажный. И вот на урок, там есть и теория, да, и на уроках вы узнаете, как вот, как общаться с бумагой, как лить, поливать, когда сушить, когда начинать, вот все эти приёмы. А у тех, кто пойдёт на курс с обратной связью, тем ещё вот конкретно в ежедневном общении, за что я вот люблю свои курсы, чем мои курсы отличаются от всех других, никаких кураторов. Я с вами ежедневно в чате, вот основную часть моего времени занимает не эфир акварельной зарядки, а именно общение с вами в чатах, где я помогаю тем, кто спрашивает у меня, как, ну как, ну как. И вот я подсказываю. Хочется научиться рисовать архитектуру. Архитектура, ну вот на этом курсе, вот если вы начинающий, да, на нём мы делаем всё на маленьких форматиках, вот буквально опять. Для чего? Для того, чтобы было не страшно. Вот когда я привыкала к этой бумаге, к хлопку, да, мне было страшно пробовать. Дор намного дороже, чем обычная акварельная бумага. Поэтому начинаешь на маленьких листочках, осваиваешься по-другому. Ой, осваиваешься по-другому. Ну всё по-другому. Прочитала комментарий, сбилась. Всё по-другому, поэтому всё страшно. Вот чтобы снять этот страх, мы делаем на маленьких листочках, чтобы вы, во-первых, ну вот отрабатывали какие-то навыки, да, и при этом не бояли, не тратили много времени, потому что маленький формат – это гораздо меньшие затраты по времени. И проще, да, и урок короче. То есть вы не устаете ни морально, ни физически, когда это делаете, а при этом всё как бы прорабатываете, всё, что вам надо проработать. И если у вас не получилось, то вы и бумаги потратили мало, да, и лист перевернули и сделали на обратной стороне. Ну то есть вот максимально такой для вас сохраняющий курс в сохраняющем таком режиме, чтобы вам было не страшно, не больно, ну вот максимально комфортно. А вот сейчас, Нина, на сегодняшний день очень нужно ещё вот так вот отвлечься и с головой погрузиться во что-то. Ну и те, кто идёт вот с обратной связью, те в режиме ежедневно, вот ежедневно что-то нарисовали, и ежедневно будете мне показывать, и я вам буду говорить, можно ли что-то исправить здесь, надо ли что-то доделать прямо здесь, или вот учитывая то-то и то-то, надо просто быстро сделать заново, потому что действительно на таком форматике это быстро. Вот вспомнила про архитектуру, говорила, да. На этом курсе вы узнаете всё про архитектуру, причём про архитектуру такую вот, да, вот такую, чтобы вы могли нарисовать её быстро, просто, при этом реалистично, ну и не погружаясь, да, не вырисовывая, не вырисовывая ничего, чтобы у вас быстро всё получилось. С архитектурой, в общем, на курсе работаем. И у тех, кто идёт на тариф с обратной связью, очень много бонусных материалов, где мы тоже очень много разбираемся с перспективой в городском пейзаже. Это такой серьёзный, серьёзный масштаб. Да, вот на маленьких форматиках вы всё это научитесь делать. Вот не чертёжными построениями вы будете заниматься, а вы разберётесь с перспективой, будете знать, как вам сделать это быстро, вот без каких-то решений там, да, без... Ну, короче, вот вы не будете чувствовать себя ни конструктором, ни студентом архитектурного какого-то факультета. Вы поймёте, что здесь главное, и будете делать это быстро, легко. Акварель нам позволяет вот заливать всё, да. Заливать и подчёркивать только самое нужное, чтобы появлялось вот это ощущение архитектуры. Так что вот с архитектурой... Кому хочется научиться рисовать архитектуру, приходите. И помимо этого, кстати сказать, есть у меня курс не так давно, наверное, месяца два-три назад, у нас был курс прямо на акварельной зарядке, прямо во время вот этих ежедневных эфиров, скетчи на акварельной зарядке. Вот они все были, там 10 сюжетов, они все были архитектурные, все городской архитектуре посвящены. И у меня на сайте, в общем, можно их приобрести. Кто не знает, как это, кто не знает, где это, напишите мне в директ, я пришлю вам ссылку на описание этого курса, посмотрите, он очень хороший, очень результативный. Там даже хлопковая бумага не нужна. Вот если на основе акварели, я зову тех, кто хочет научиться акварели по мокрому на хлопковой бумаге, то вот для этих архитектурных скетчей совершенно неважно, какая бумага, вот только не столовая салфетка, потому что она рыхлая, все остальное вполне себе подойдет. Так, а доступ к урокам у всех одинаково открывается? Если вы про основы акварели, доступ к основным урокам открывается одинаково и у тех, кто на тарифе с обратной связью, и у тех, кто на тарифе без обратной связи. Открываются уроки одинаково. Единственное, что вот у тех, кто с обратной связью, мы с ними ежедневно общаемся еще в чате, и они показывают мне свои работы, то есть с таким как бы заделом, что я вам говорю, что получилось, что не получилось, что еще надо проработать, доработать или доделать, или сделать заново. И когда получается хорошая работа, любой сюжет, когда он получился, не всегда с первого раза, а первые сюжеты прямо редко с первого раза у кого получаются. В общем, когда сюжет уже получился, он хороший, и он уже, ну вот как бы мне не стыдно, чтобы вы выложили его, и я легко-легко отметилась под вашим шедевром, и они, кстати, продаются. Вот сюжеты настолько хорошие, что они у тех, кто умеет продавать, у тех, кто хочет научиться продавать, у тех вообще, кто к этому стремится, вот эти даже маленькие сюжетики из курса, они продаются хорошо. Так вот, у тех, кто на обратной связи, они эту работку отрабатывают, загружают под урок, вот уже когда получили зачёты, когда хорошая работа получилась, загружают её под урок на сайте и получают баллы. И вот за эти баллы открываются дополнительные уроки, которые были на... Вот в конце каждого потока у нас идёт эфир такой онлайн. И вот от каждого потока этот сохранённый эфир открывается за выполненные задания у тех, кто с обратной связью. То есть как бы это такая мотивация для того, чтобы вы не сливались, вот эти задания делали, делали, чтобы вы знали, что вот сейчас я вот это сделаю, вот это доделаю, добьюсь от себя, загружу и появится возможность нарисовать ещё что-то. То есть, ну, там очень интересные сюжеты из этих дополнительных эфиров, поэтому вот они сподвигают проходить курс до конца и, в общем, добиться от себя результатов. Ну, это, безусловно, ну, вот такая, такую, скажем так, замануху, да, ну, получше слово, геймификация. Такую вот геймификацию можно устроить только на обратной связи, да, что вот вы сделали, пошли дальше, сделали, пошли дальше. Вот, поэтому, по сути дела, на тарифе с обратной связью в два раза больше, уже даже больше, чем в два раза больше дополнительных, вот самих уроков на тарифе с обратной связью из-за этих дополнительных эфиров получается гораздо больше. Но вот сейчас, поскольку хочется, я понимаю, что я помогаю именно рисованием, именно вот этим общением, когда мы с вами занимаемся чем-то общим и так погружаемся в это с головой, я понимаю, что я очень многим людям сейчас вот именно этим помогаю. И поэтому мне хочется вот на этом потоке сделать раз в неделю, сделать эфир вообще для всех. Вот не только для тех, кто на тарифе с обратной связью, но и как-то вот привлечь, вовлечь тех, кто идет и без обратной связи, чтобы раз в неделю мы выходили в эфир, ну вот не в Инстаграме, конечно, на Ютубе, половина экрана. Так у нас всегда вот у меня по субботам эфиры с разбором работ в клубе. И там, значит, эфир вот на Ютубе устроен так, что вот картинка в кадре, ну горизонтальная, да, на Ютубе. Половину экрана занимаю вот так вот я, и половину экрана занимает планшет, где я показываю, какие ошибки, вот что надо исправить. Вот так, то есть половину занимаю я, половина работа, которую мы разбираем. И на этом, вот на этом потоке я хочу сделать так, чтобы каждую неделю мы встречались, вот весь поток, да, и те, кто с обратной связью, и те, кто без. И вот так вот имели возможности пообщаться, ну вот я с вами, да, я транслирую вы через комментарии. И показать вот тем, кто без обратной связи, чтобы показать им, ошибки-то, в общем, у всех общие, да, показать на примере работ тех, кто с обратной связью, все-таки, чтобы их не ущемлять. Показать, показать основные ошибки вот тех сюжетов, которые открылись ко времени этого эфира, ну вот каждого недельного. Ну то есть вот дополнительное общение, такое полезное, обучающее. Так, и сейчас вот комментарии посмотрю. Так, кто сомневается идти на курс, на всех рекомендую, не пожалеете. Да, уже очень много прошло этот курс, восьмой поток, очень результативный. Сколько можно поднять на маленьких картинках? Килограмма три. Как вы, ну чаще всего я слышала, что вот по 500 рублей их продают, но кто-то, кто-то раздает их подругам как, ну не подругам, да, где-то на работе, раздает их как открытки, да, и получают как бы такое вот. Вот, все после этого уже точно знают, что это вот это у нас художник, кто-то так делает. Ну, правда, их можно повторять и на больших форматах. Сюжеты проверены, у них у всех очень хорошая композиция, они все очень удачно будут смотреться и на формате А4, и на формате А3, в общем. Главное научить, там вот главное понятие проработать, те вещи, которые надо понять и проработать, и в общем уже все там вам будет по колено. Где-то вот видела комментарий, не однажды спросили про, да, и скетчевый курс классный тоже, вот кому архитектура. Скетчевый курс классный, его тоже посмотрите. Оплата не из России. У меня есть только один вариант с CoronaPay, есть такой сервис, но он, там надо зарегистрировать, типа PayPal, там надо зарегистрироваться, и деньги переводятся, в общем, с карты на карту. Но не из всех стран, да, какие-то вот наиболее недружественные, их даже нету, вот, у, скажем так, у жителей этих стран. Там Россия не будет даже в списке возможности оплатить, но большинство, да, сейчас, как скажу, большинство, оно ежедневно сокращается. Ну, в общем, способ есть, попробовать можно. Так, получится или не получится, гарантий нет, ну, пробовать надо. Так, вечером. Вечером могу и хочу творить, а также учиться. Ну, вот вечером, значит, на курсе, в курсе, мне почему-то не нравится говорить в курсе, напишите мне, кто говорит в курсе. Мы почему-то вот в курсе событий, на нашем курсе, у меня как-то вот так больше язык поворачивается. А сказать, что в курсе, на моем курсе все уроки в записи, поэтому вы не опоздаете. Если вам хочется творить вечером, творите хоть ночью. Единственное, что вы должны знать, что у вас должно быть специальное освещение, которое не изменяет цветов, вот, оттенков сильно относительно дневного освещения. Это нужно для себя все продумать и наладить. Потому что, когда вы рисуете, вот, при вашем электрическом освещении, вам все нравится, утром на эту картинку смотрите, оказывается, она вся какая-то фиолетовая, да, а вечером она оказалась, ночью оказалась совсем не такой. Вот это надо учитывать, надо наладить себе, настроить специально хорошее освещение. И точно так же, вот, утренние эфиры, которые я веду, те, кто в клубе, им вообще все равно, во сколько рисовать. Они знают, что у них эфир всегда на месте, всегда есть в записи, и все нормально. Посоветуйте освещение. Ну, я рисую только днем. Я вот с тех пор, как у меня, с тех пор, как я поняла, что рисование – это моя работа, я перестала рисовать ночью. Рисую только днем. Когда рисовала ночью, значит, на лампочках, вот там на коробке с лампочками есть шкала. Как бы, тепло-холодности освещения. И вот нужно смотреть, чтобы ваша лампочка была не белая, не холодная, не желтая, не теплая, а где-то вот, где-то по центру этой шкалы. Вот так вот попробуйте. Ну и, в общем, свет должен быть достаточно такой сильный, интенсивный, да, не в темноте. Если вы рисуете в темноте, то тоже удивитесь тому, что вы нарисовали утром. Вот те, кто не из России, попробуйте установить CoronaPay, там надо зарегистрироваться, пройти проверку, да, и тогда наши шансы, наши шансы увеличиваются. Ну, да, но гарантий на это нет. Пишите, у кого получится, вот кто хочет, да, и у кого получится, пишите в директ. Так, комментарии смотрю-смотрю. Спасибо огромное. Пробуйте, да. Ну что, про курс рассказала максимально. Если есть какие-то вопросы, давайте поболтаем. Я, в общем, мне очень приятно и очень хочется поболтать. Следующая неделя эфиров у нас будет ВКонтакте. Здесь буду референс обязательно на две сети. Загружаю референс и тут, и там. Ну, эфиры вот будут ВКонтакте. Найти легко в поиске сообществ введите акварельная зарядка. Каждое утро в 9.30, в погоднем. Ну, все, вопросов не вижу, значит, давайте так про цену расскажите. Про цену я могу набрать, сейчас открою. Вот тариф Light, который без обратной связи. Три теоретических урока. Можете заходить на курс вообще без материалов. Вот первые уроки, и они, кстати, открываются сразу, как вы оплачиваете курс. Вам эти уроки, промокод надо выбрать, да. Вам эти уроки открываются сразу про материалы, чтобы вы могли, ну, вот кто раньше зашел, да, чтобы у него было больше времени что-то приобрести. И на этих уроках вот я рассказываю свой опыт, то, чем рисую сейчас я. И вот исходя из моего сегодняшнего опыта, я считаю, что совершенно не надо покупать набор не 24 цвета, не 36 цветов. То есть то, с чего мы начинаем вот инвестировать в свое хобби. Вот это, ну, на самом деле не самая удачная инвестиция. Не нужно вкладывать эти тысячи в большую коробку акварели. Вы соберете ее сами. Вот в этих уроках вы получите информацию, какие, вот буквально там 6-8 цветов, которые надо купить, и ими уверенно стартовать. А потом, и я рисую, это те цвета, которыми я рисую вот ежедневно, все, что угодно, от паровоза до котика, да. Все можно рисовать одними и теми же. Вот все, что угодно, можно намешать из красного, желтого и синего. И вот со мной вы научитесь это делать. И, кстати, вот на тарифе с обратной связью очень много таких дополнительных видео, которые я снимаю по ходу, когда вот возник, в нашем вот в чате общения, когда я вижу, что какой-то затык, вот какая-то проблема возникла. Я могу снять короткое видео, короткое видео на злобу вопроса, да, чтобы вот помочь. Поэтому вот таких вот видосиков тоже очень много дополнительных. Ну вот именно в чате общения. Когда автопортрет будете рисовать, ну как-то я не так влюблена в себя, чтобы рисовать свой автопортрет. Так, а есть один автопортрет мой 19-го года. Можете в ленте крутануть, он там где-то болтается. Вот он один у меня есть, и он мне нравится, но что-то нет желания повторять. Итак, вот на тарифе лайт три теоретических урока, восемь основных сюжетов, да, на таком маленьком форматике, которые вы освоите. И эти восемь сюжетов, вот все самое основное, что вы должны уметь в пейзаже. Ну, естественно, тональность, цвет, перспектива, вот это все, да, но это мы относим вот как к теории. А на практике вы научитесь намешивать зелень, научитесь строить архитектуру, научитесь рисовать туманы. Да, вот если не получилось по уроку с первого раза, нужно будет переделать, пока не похвалите. В два-три раза мы уложимся. Десять раз не надо переделывать. Но если вам не нравится, вот часто так бывает, что нарисовали и не нравится, и начинают переделывать сразу подряд пять раз. Вот такое я пресекаю. Если вы нарисовали, покажите сразу. Если вам не нравится, не значит, что мне не понравится. Возможно, да, у вас бы что-то не то от себя требовать. Так тоже бывает. Ну, вот в два-три раза мы укладываемся. Я же вам говорю, как сделать. Вот вы один раз нарисовали, и что-то не получилось. Я вам говорю, как это скорректировать. И вы второй раз уже делаете не просто, да, это не просто следующий раз, а это уже работа над ошибками. Поэтому, если и второй раз что-то не получилось, то третий раз уже гарантия, да, гарантия результатов. Вот, значит, про Тариф Лайт. Три теоретических урока про материалы. Восемь основных сюжетов, вот которые показала, да, пейзажный, курс пейзажный. Потом идет творческое задание, это типа контрольной работы, где вы сами выбираете фотографию, сами продумываете, как вам ее реализовать, как этот сюжет реализовать. Сами думаете, вообще подходит ли она для того, чтобы вот служить референсом. И делаете вашу работу. Естественно, что вот на Тариф с обратной связью я вашу работу реально проверяю. Да, два раза, ну вот два-три раза максимум переделать надо. И в конце каждого потока у нас с вами заключительный эфир онлайн, там, где мы что-то еще делаем дополнительно, помимо того, что было сделано во время основного курса. И этот заключительный эфир, он, безусловно, доступен всем, и тем, кто на обратной связи, и тем, кто без обратной связи. И вот этот Тариф Лайт стоит 5900 рублей. А курс длится два месяца у нас практически, ну, почти два месяца. Тариф базовый. Это, ну, вот те же самые основные уроки, три теоретических урока там про материалы, про бумагу, про краски, про то, как смешивать цвета на палитре. Дополнительное есть видео, вот на базовом тарифе дополнительное есть видео, как, ну, вот как из красного, желтого и синего реально смешивать все, что угодно. И Африку, и паровоз, и котика. Вот это вот все есть. Работа с, вот, про композицию, работа с референсом. Как выбрать референс, какой подходит, какой не подходит. Вот на основных уроках это есть. Также вот 8 основных сюжетов. Творческое задание, где вы сами выбираете, что вам нарисовать, какую фотографию нарисовать. Сами думаете, подходит она, не подходит. Сами продумываете, как исполнить. И показываете, да, вот такая контрольная работа. И при этом вот на тарифе с обратной связью вам за каждое, вот, данное, за каждое зачетное задание вам открываются дополнительные эфиры вот предыдущих потоков. Там где тоже еще сюжеты, и у вас получается вот рисовать, не перерисовать. И все это вот на таких маленьких листочках упражнений. То есть вы именно обучаетесь, обучаетесь. Не просто, ну, не просто приятно проводите время, не просто отвлекаетесь от какой-то сумасшедшей реальности, а именно вот научаетесь. Такой концентрат обучения у вас получится. И на этом тарифе вот с обратной связью в чате ежедневно вы мне... Вот все, что нарисовали, сразу показываете. Нарисовали, показываете. Я не ограничиваю количество. Я просто захожу в чат, да, и проверяю все, что там, все, что там есть. Я поэтому никак не ограничиваю количество ваших попыток. Но вот, да, в рамках разумных ограничений, вот я за то, чтобы 2-3 раза можно было перечислить. Можно больше, но разумно вот уложиться в 2-3 раза. Ну, о том, как мы работаем на курсе, что надо делать, чего не надо, это, конечно, вот в чате уже с теми, кто на курсе, мы обсуждаем. И вот этот тариф стоит 11 тысяч 900 рублей. Можно разделить его на 2 платежа. Курс длится 2 месяца, можно разделить его на 2 платежа. То есть первый до старта курса, второй посередине курса. Я думаю, что это без привлечения всяких банков, да, без банковских рассрочек, просто доверительная рассрочка вот эта называется, между собой, как вы, да, договорились. Я думаю, что это многим, многим так в помощь. При этом я у вас на связи 2 месяца, 2 месяца, вот ежедневно я с вами, я в вашем телефоне 2 месяца ежедневно. Так, вот видел, так. А облака и курс основы перекликаются? Облака, ну, облака там только про облака, и там на большом формате. Вот если вы покупали курс облака в главной роли, то у вас там 4 больших мастер-класса прям таким формат А2, который вы сначала потренировались на маленьком сюжете, да, на маленьком сюжете потренировались облака, я вам дала теорию, почему мы рисуем облако так, а не иначе, да, что ему надо, чтобы оно было, чтобы оно не только светилось, но чтобы оно было объемным, чтобы вот оно у вас материализовалось на вашей бумаге. Сначала пробуем на формате А4, затем 4 мастер-класса вот на большом формате, которые, в общем, создавались для того, чтобы быть проданными. И у тех, кто вот проходил этот курс, когда он вот шел онлайн, в общем, очень хорошие были отзывы насчет продаж этих картин. Там хорошие сюжеты, такие очень эффектные. Вот если он у вас приобретен, этот курс, то, ну, вот он про облака, про то, чтобы вы нам в хлопке, по-мокрому научились писать облака и продали эти красивые большие сюжеты. На тарифе премиум, вот здесь, на основах акварели, этот курс облака, он добавлен как бы дополнительно, ну, вот чтобы вы уже пройдя, вот научившись, если вы только начинаете, ну, то есть основы, облака в главной роли, он не для тех, кто только вот взял кисточку в руки, да, а основы акварели для тех, кто взял кисточку в руки. И если, вот пройдя этот курс, вот вы идете, если на премиум, самый дорогой тариф из этих, вот там курс облака, как бы добавлен туда для того, чтобы вы, ну, могли уже вот после того, как вы научились писать пейзажи на маленьких форматах, чтобы вы могли шурануть вот эти облака по-взрослому и почувствовали в себе вот эту силу, что у вас получается и выглядит эффектно и спрашивает, сколько стоит. Вот облака в главной роли, в общем, они были созданы для того, чтобы эти сюжеты были проданы у вас. Ну, хотя вот еще раз повторю, да, у тех, кто любит продавать, у тех, кто настроен на то, чтобы продавать, у них продаются и вот эти маленькие картиночки. В общем, про цену сказал, да, 5900 без обратной связи и 11900 с обратной связью, но и то, и другое можно разделить на два платежа с интервалом в месяц, потому что курс длится два месяца. Очень, очень будете заняты, очень будете вовлечены, но вот единственное, что на тарифе без обратной связи я за вами не слежу, вот, ну, вы сами себе предоставлены. А на обратной связи вы все время будете в этом вариться, то есть вы будете сильнее вовлечены, будете смотреть, что делают другие, будете знать, что я вам отвечаю сегодня же, и это как бы вот не дает вам выпасть из процесса. Вы обязательно проходите, и вы знаете, что если сдадите, вам еще что-то откроется из тех сюжетов, которые вы не знаете, что там, а там что-то интересное, и тоже порисуете. Вот в этом смысле обратная связь, помимо того, что, ну, вы реально более углубленно проходите самообучающий процесс, вот, и то, что вы в потоке, то, что вы в этой группе со мной в ежедневном общении, это вас удерживает, удерживает фокус вашего внимания вот эти два месяца, именно вот в акварели. Поэтому как бы с обратной связью по деньгам стоит в два раза дороже, а по пользе, по вашей вовлеченности, по результатам вашего обучения это, конечно, в 10 раз, это в 10 раз мощнее. Ну и добавлю эфиры, такие раз в неделю, вот все-таки добавлю эфиры для всех, чтобы всех как-то сплотить, придержать, пообщаться. Когда старт? 30 сентября в пятницу. Вот буквально несколько мест осталось с обратной связью. Без обратной связи количество мест не ограничено, потому что, да, вот обратную связь я не могу дать большому количеству людей, а без обратной связи, пожалуйста, могу кому угодно. И вот раз в неделю будем встречаться всем потоком и с обратной связью, и без обратной связи. Чтобы пообщаться, буду разбирать работы вот так в эфире, чтобы тоже как-то вот, да, держать вас, держать вас на курсе, в курсе. Все, на этом прощаемся с вами. Кого заинтересовал курс, перейдите по ссылке в профиле, посмотрите на сайте. Кому на эфиры, значит, следующая неделя ВКонтакте. Все, всем пока. О, и вижу, кто-то зашел, не вижу на какой тариф, но вот кто-то зашел на курс основы акварели. Приходите, жду, жду. Сейчас он нужен, вот как никогда, сейчас как никогда нужно, вот чем во что-то такое забурится, очень творческое. Да, пошли уведомления, все, я отвлекаюсь, все. В общем, жду вас, жду вас. Субтитры сделал DimaTorzok